Давайте сейчас вернёмся к истокам. В природе самка для размножения выбирает сильного, здорового самца, который а. качественно трахается для того, чтобы самка забеременела, б. в состоянии охотиться для того, чтобы добыть пропитание ей и детёнышем. Отсюда вывод. Блядь, люди, ну извините, но мы такие же как бы по тому же принципу мужиков себе выберем. Для того, чтобы иметь сильное, здоровое потомство, это первое. И второе, для того, чтобы этот конкретный самец мог нас всех прокормить. А сейчас возвращаемся к предыдущему. Этот, извините, нищебро. Кстати, важный комментарий, нищебро не потому, что у человека временно нет денег, да, или там, я не знаю, потеряла работу, а вот это вот. Я никто, зовут меня никак, я ни к чему не стремлюсь, но мама сказала, я охуенен. Твоя мама может, блядь, говорить всё, что угодно, но если ты не способен себя прокормить и свою семью, ты вообще о чём? И когда ты идёшь, извините, на выгул, брачный сезон начинается, ты должен своей самке показать, что ты в состоянии её, сука, покормить. А если ты не в состоянии нахуя тебя хотеть, ты не дашь здорового потомства, здорового, сильного, способного потом к размножению. Всё, люди. Не размножайтесь вот такие, не надо вам трахаться. Не надо. Зачем? Нация будет вырождаться. Ой, ребята, слушайте. Кстати, всем здорово. Санночная связь, я вас всех рад, приветствуйте себя на канале, ребят. Вдумайтесь только, говорит, для того, чтобы создать потомство, нужно качественно трахаться. Ты чё, серьёзно, что ли? На рождение потомства качество секса не влияет вообще никак. Вообще никак. То есть, получается, даже если ты забеременеешь от полувялого, или вообще от вялого, лишь бы как бы произошло семяизвержение, как бы, да, оно дошло до яйцеклетки, как бы, сперматоломия, они там уже там сконнектили. Всё. Качественно трахать для этого тебе не надо. Расскажут просто обычная потреблялка, что она хочет хорошо потрахаться и скушать шаурму на халяву, как бы, и всё. Ну, просто больше едать нельзя шаурму. И то шаурму за её счёт. После того, как я доставлю ей удовольствие, может быть, когда я подумаю над этим, мы пойдём в шаурму, а она купит мне шаурму за это, вот, скорее всего, и себе. Ну, если денег, конечно, хватит, как бы. И то, это если не захочется шаурмы, а не в какое-то хорошее кафе сходить. Слушаем дальше, ребята, сегодня будет большой разбор. Погласила в ресторан, покормил, купил цветы, а она, сука, не дала. Даже не знаю, что говорить на такие темы, потому что эти прекраснейшие торгово-товарные отношения будут иметь место, если вы на старте договорились. В идеале это... То есть, до этого она рассказывала про кормить нас всех, а сейчас надо уже было, оказывается, договариваться, да? Проститутками работает. Она называет цену, ты покупаешь, получаешь то, что ты хочешь. Всё очень просто и очень, как бы, понятно всем. Не будет там разбитых иллюзий, неоправданных ожиданий. А с хуя ли девушка должна была, да? Тут на уровне хочу скорее должно быть. То есть, ты хочешь её вкусно покормить, ты хочешь удивить её цветами, а она хочет тебя. Вот это правильная формула, правильная схема. А вот это вот, ну, не знаю. Дебилушка ты, если ты рассчитывал на то, что ты её покормишь, блядь, в ресторане, или там веник ей принесёшь, а она тебе даст. Ну, дебилушка, ну, так не бывает. Ладно, так бывает, но это такое себе. Понятно, понятно. То есть, как бы, ну, вообще, вот, слову нету. Просто слову нету. То есть, ты ей обязан, а она тебе нет. Чем аргументировать, нет. Понятие? Женская логика. Если ты не согласен, ты дебилушка. Всё. Интересно, да? Мне интересно, ребята, кто, кто вообще с ними коннектится? Кто с ними коннектится? Ребята, кстати, очень подробные и интересные вещи мы обсуждаем в закрытом телеграм-канале, ребята. Кому интересно, все ссылочки в описании и в закреплённом комментарии. Подписывайтесь, я буду рад. Там я присутствую каждый день. Вот, мы общаемся, обсуждаем различные темы. Вот, эксклюзивный контентик, ответы на ваши вопросы, разборы ваших историй и так далее, ребята. Ссылочки все в закреплённом комментарии. Ладно, давайте слушаем дальше. Что она там ещё скажет интересного? Доступил этот вопрос, почему на 23 февраля в подарок носки и пена для бритья, а на 8 марта цветы, там, я не знаю, куча косметики и айфон. Давайте вот в понятиях просто разберёмся, да? Международный женский день, понятно. Есть женщины, это их день, чествуем женщины. День защитника отечества. Это про кого мы сейчас говорим? Про солдата. Солдату нужно что? Вкусно пожрать? Калорийно. Носки сменить? Ну, чтоб в этих керзачах удобнее было, там, или в берцах, я не знаю, да? И побриться. А побриться для того, чтобы на плацу стоять красивым, чистеньким. Всё, ребят, дальше вы чё хотите там? Окей, предполагаем, что... Предполагаем, что был бы там, я не знаю, мужской международный день, в котором мы точно знаем. Вот это их день, мужской. Там мужчина-защитник, да, своей женщины. Мужчина, который притащил там мамонта в дом. Мужчина, который колет, лелеет, заботится. Окей, тогда понятно. Тогда, ну, по делам вашим, если он не защитник этого самого отечества, он, соответственно, не мужчина или что? Вы определитесь, люди, с понятиями. А потом будем разбираться с количеством и стоимостью подарков. Интересно. Во-первых, женщина уважаемая. Ну, так, знаете, для галочки, скажем, уважаемая. Хотя, ладно. Если ты не знаешь, я тебе скажу, что Международный день мужчин, это 19 ноября. Это первое. Второе. Ребят, покажите, пожалуйста, вот всем вот людям, допустим, там вот солдатам, офицерам, там полицейским. Ну, вот всем, короче, вот госслужащим, да, которые вот этой военной сферы, так скажем. Неважно, в какой стране вы живете, да, вот, ну, просто человек говорит, а что там этому солдатику надо пожрать, побриться, как бы, до портянки намотать, да, и все, как бы. То есть ты, это что еще, этих людей за амебы считаешь, что ли, как бы, ну, у них потребность только пожрать и побриться, все? То есть все человеческие радости, которые есть в жизни, это не для них, да? То есть тебе айфончик надо, телефончик, цветочки, куча косметики, подарки. А вот этим вот лохам, да, вот по ее мнению, да, а что там ему носки допинут для бритья, прием, самую дешевую он по акции, которая взяла в пятерочке, да, как бы и все. То есть, я так понимаю, это сейчас оскорбление вот этих всех мужчин, да, ну, ну, а как еще по-другому это можно интерпретировать, как? То есть этим мужчинам только вот кроме этих трех вещей больше в жизни ничего не надо, вообще. Нормально так, да? Прикольно. Слушаем дальше. Штука бывает, когда после расставания мужчина просит вернуть все подарки, может, ему еще и сперму вернуть, которой он, извините, разбрызгивался, или время мое, или там эмоцию мою затребовать обратно у него, ну, пускай вернет, что? Я-то там кольца-бриллианты могу упаковать и отправить через такси, а мне компенсация какая будет? Мужчина просит... Тебе компенсация, слушай, без... Она так, знаете, насмешлива насчет сперматозоида, говорит, слушай, а ты бы родилась без сперматозоида? Подружки все твои родились бы вообще, ты бы родила или родишь в будущем без сперматозоида? Что-то какое-то, знаете, такое пренеближительное такое обращение к мужскому семени. Чаечки, чаечки вы мои, когда вас пробиваешь на инстинкт, вы стоите на коленках и просите, чтобы это семя брызнуло вам на личика. Это, ну, это правда, это прекрасно, между прочим, когда такие отношения между мужчиной и женщиной страстные, сексуальные, это классно. И вы прям трепещите, у вас прям аж реснички дрожат от этого всего, от предвкушения, от этого нектара для вас. А когда вот в тиктоке вы записываете ролики, почему-то вот так вот оно, да? Ну, давай, не будем лицемерить, слушай. Делить счет, звоночек или норма, в моем мире он должен за меня платить. Мне приятно. Это не... В шизофреническом мире. Значит, что я сама за себя не могу заплатить. Я могу за себя заплатить, сама и за него могу заплатить сама. Но для меня это один из видов ухаживания за мной. Наряду там открыть дверь, наряду с подарить цветы, это в моем мире. У всех остальных может быть по-разному. Если у вас в вашем мире представление мира и отношений, каждый платит сам за себя, окей, ребята, что есть норма? Кривая нормы – это 70%. Вот здесь 15% минусовой патологии, здесь 15% плюсовой патологии. Все остальное есть норма. И вот эта кривая нормы еще движется по временной линейке, по возрастной линейке, да по какой угодно линейке. То есть все, что 16%, допустим, это уже норма. И у каждого эта норма своя. Каждый для себя устанавливает допустимые какие-то красные флажки. Если для меня это окей, для человека окей, значит для нас это окей. Если это не окей, для телки, сидящей за соседним столом, она может идти нахуй. Вместе с дядькой, вместе там, я не знаю, с мамой, с папой, со всем обществом. Меня всю жизнь... Меня всю жизнь... Ребят, самое интересное, что... Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравились вам такие вот длинные разборы. Ну, обычно мы там 2-3 минуты делаем, да, вот так побольше, если подлиннее вам заходит. Напишите, пожалуйста, обязательно в этом комментариях. Я говорю, в моем, говорит, мире это нормально. Так в том-то и прикол, что в твоем мире кривых зеркал это нормально. Понимаешь, что в реальном мире, не в твоем, а в реальном, тот, который есть на самом деле, в действительности, это не совсем нормально. Понимаешь, у нас равноправие на законодательном уровне. Я-то понимаю, там сейчас равноправие это чисто как бы формальность, но тем не менее, да, вот выходишь на улицу, там никто никому ничего не должен. Когда уже доходит до разбирательства, дележки детей, имущества, да, конечно, в сторону женщин перекос есть основательный. Но сам смысл, понимаешь, допустим, если мы с тобой пришли, к примеру, как ты говоришь, в кафе, либо в ресторан, чтобы поужинать, либо пообедать. Ты пришла в своем мире, а я пришел в реальном мире. Мы с тобой немножко, понимаешь, не сможем контактировать так, как нужно. Потому что ты можешь без денег прийти, а я за тебя платить откажусь. И тебя просто полиция заберет, знаешь. А я из вежливости не буду, допустим, за тебя платить, скажу, ну извините, я за тебя заплачу, за нее платить я не собираюсь. И никто меня в этом не заставит. Вызывайте полицию, я не знаю, что-то с ней решайте. А я так сделаю, потому что я никому ничего не обязан. И пока что в этих еще аспектах мне полиция ничего не сделала. Они просто ее там, я не знаю, оштрафуют, арестуют, я не знаю. В общем, как-то не решат эту проблему. В любом случае, как бы. Так что, Чаечка, я тебе советую, просто советую, немножко выйти из своего мира. И когда ты контактируешь с людьми, попросту ориентироваться на реальный мир. Потому что, ну попросту, последствия для тебя могут быть, знаешь, не очень приятные. Так что, как-то так. Бессилие как-то вымораживали жадные люди. Ну, жадные, скупые в плане, да. Неважно, там, мужчины, женщины. Но если мы смотрим, да, там, в контексте мужчины и финансы, меня выбешивают жадные мужики. Деньги – это энергия. Я даю тебе свою энергию, ты мне даешь свою энергию, да. А я тебе тоже даю энергию, давай мне деньги. Что, блядь, тут плохо? Это энергообмен, это нормально? Или ты мечтаешь, как скрутш-макдак, блядь, на старости лет купаться один, причем один? Я с деньгами никогда один не буду. И без денег тоже, поверь мне. Поем на бассейне с золотом? Ребят, в последней рубашке карманов нет. С собой этот бассейн с золотом ты не заберешь, серьезно. Максимум, что ты с собой заберешь, это охуенно дорогой гроб. Ну, он тебе нахуй не нужен, брат, в тот момент. Вот у меня второй муж такой был, да, более жадного человека я в своей жизни никогда не видел. Но судьба распорядилась так, что в один момент он потерял нахуй все. И что? И ничего. Да, он сейчас там нарабатывает что-то себе другое. Ну, блядь, а кайф, а кайф твоей женщины, кайф твоих детей. Ну, одно из проявлений любви твоей. Ну, для меня это вот так. Я могу, конечно, ошибаться, но, блядь, вкупость вот эта, она же во всем проявляется. Это не только про деньги. Это про все. Ты затихорить себе, там, я не знаю, конфетку лучше. Сука, блядь. Нет. Ой, прям сектантка, понимаешь? Прям сектантка. Отдай мне все. Зачем тебе? Слушай, а если ты говоришь, что в последней рубашке нету карманов, так и тебе не тогда зачем эти деньги? Ну, у тебя же тоже последняя рубашка, ты ее когда-то примеришь, да? Отдай, не надо, это плохо. Деньги для этой энергии. Я тебе энергию, ты мне деньги, да? Вот, чтоб я кайфовала. Вот, вот, они что лишь бы не придумать, лишь бы забрать тебе бабки, понимаешь? И, понимаешь, так укорительно, так вот презрительно, да? Вот, покайся, постыди, зачем тебе деньги? Ты что, их за собой на тот свет заберешь? Мне их отдай, да? Ты же бессмертный, ты же никогда рубашку последнюю не примеришь, ни хрена, да? Ребята, это же уникальные просто люди, вы понимаете? Вот такую чухню впаривать просто, да? Вот по ушам вот так вот ездить, да? Ты что? Ты так, знаешь, так пристыдливо тебе, ты что? Ты что? У меня так второй муж такой был. Раз, у него все забралось, у деба просто, понимаешь? Это тебе урок. Не бери пример своего мужа, да? Не будь таким, отдай мне все сразу, да? Чаечка. То, что у меня останется к старости. Я себе такие похороны закачу, блядь. Я сам от этого восторга просто с гроба встану, потому что такие пляски и танцы будут стоять, понимаешь? Такой карнавал бразильский, блядь, будет с заката на всю улицу, блядь, что охренеть можно. Я, сука, встану с гроба, станцую на этой ебучей крышке гроба, блядь. И опять туда лягу, блядь, буду улыбаться, пока меня будут закапывать, понимаешь? Вот такие у меня будут похороны. Ребята, кого интересует закрытый телеграм-канал и мой курс, как взаимодействовать с женщинами без потерь на 2 часа в видеоформате, ссылочки оставлю в закрепленном комментарии. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok